Рюзачки Всего их 7 штук, как вы видите И их можно найти в игре, либо же скрафтить Некоторые из них Что ж, я их расположил в порядке убывания То есть от самых худших к самым худшим И, как вы догадались, я начну с самых худших Что ж, первый это Нэпсак, то есть обычный портфель Давайте мы его оденем Выглядит он следующим образом Если вы одеты приблизительно как я, то он даже сочетается немного Найти его можно абсолютно везде Кроме воинской части Да-да, его можно найти даже в аэропорту и в любом жилом районе Что же мы видим? Мы видим, что мы теперь можем переносить 7,5 килограммов веса И у нас есть целых 8 ячеек для хранения вещей То есть если вам повезло найти этот рюкзачок в самом начале игры Или же вы новичок То считайте, что вам действительно повезло Потому что теперь у вас есть возможность хотя бы взять какие-то вещи с собой А не те 4 слота, которые вы можете взять под мышку и убегать с ними от зомби Но это не предел Так что мы сбросим этот рюкзачок и перейдем к следующему Что же касается Animal Pack Этот рюкзачок можно найти абсолютно везде Да-да, вы не ослышались Ну, точнее, материал для него можно найти абсолютно везде Так как зверушки бегают везде Даже в аэропорту, даже на воинской В общем, везде И также везде вы можете найти скотч Для того, чтобы смастерить такой рюкзачок Вам понадобится всего лишь 4 шкуры животных Причем не имеет значения чьих И один скотч И выглядит он приблизительно следующим образом Что же мы видим здесь? Здесь мы видим уже целых 10 кг переносимого веса И целых 10 слотов Причем самое интересное То, что в первой строчке у нас уже 5 слотов для хранения вещей То есть у вас есть быстрый доступ к целым 5 вещам Которые вы переносите с собой Это удивительно Потому что буквально еще следующие 2 рюкзака Будут иметь по 4 слота в первой строчке Поэтому мы быстренько избавляемся От этого рюкзачка И переходим к следующему К школьному рюкзачку Этот рюкзачок найти можно также абсолютно в любом городе И в абсолютно любой жилой местности Даже можно найти в аэропорту К сожалению, нельзя найти на воинской Здесь мы имеем те же 10 кг Но 15 слотов для хранения вещей То есть если вам нужны какие-то мелкие легковесные вещи И их много, то считайте, что вам повезло найти его на замену вашего Animal Pack Выглядит он приблизительно таким образом И это также не предел Потому что следующий рюкзак, к которому мы сейчас перейдем Вмещает в себя чуть-чуть больше вес И чуть-чуть больше вещей А именно, теперь у нас есть 12,5 кг Переносимого веса И 4х4 слота для хранения вещей То есть теперь у вас 16 слотов для хранения вещей Такой рюкзачок можно найти на кемпинге И также иногда он спавнится в обычных городских районах К сожалению, нельзя найти и в аэропорту, и на воинской части Так что переходим к следующему рюкзаку А именно, Койот Пак Этот рюкзак также можно найти почти в любой местности Но чаще всего он спавнится на кемпингах И поблизости военной базы А именно, на мосту конфедерации Его часто можно найти Если у вас есть серая военная форма И вы относительно продвинутый игрок То этот рюкзак то, что нужно Потому что теперь у вас есть 15 кг переносимого веса И 4х5 слотов для хранения данных Конечно же данных Для хранения ваших вещей То есть теперь у вас есть возможность переносить целых 20 вещей с собой Но вес относительно небольшой Поэтому этот рюкзачок также не сильно практичен И если вы продвинутый игрок То он все-таки не сильно вам подойдет Поэтому перейдем к нашим двум лидерам И я думаю, любимчикам рюкзакам этой игры Начнем мы с Элиспак Элиспак весьма интересный и красивый рюкзак Вмещает он в себя 20 кг и 20 слотов Причем самое интересное То, что в первой строчке у нас вновь 5 слотов Для быстрого доступа к важным вещам Этот рюкзак вам подойдет Если вы действительно продвинутый игрок Потому что он вмещает в себя Во-первых, большой вес То есть если вы бегаете с оружием То это то, что надо Так как оружие весит немало И также боеприпасы и аптечки Весят достаточно много Или же, если вы решили заняться строительством То он также пригодится вам Потому что первые слоты будут выглядеть приблизительно как у меня Добавится разве что молоток и пила А все остальные слота Будут предназначены для того Чтобы переносить вещи Тяжелые вещи Весьма хорошо сочетается с темными вещами То есть с черным бронежилетом С таким прибором ночного видения Как у меня на голове И также если вам посчастливилось найти костюм ниндзи То этот рюкзак будет как не кстати лучше Но если у вас нет такого костюма То тогда будет немножко хуже Потому что этот рюкзак будет Очень заметным черным пятном На вашем камуфляже Или же какой-нибудь другой форме Поэтому мы перейдем к следующему претенденту И лидеру Рюкзаку лидеру данной игры А именно к рюкзаку Королю всех портфелей и сумок Которые здесь можно найти Вмещает он в себя значительно меньше Всего лишь 17,5 килограмм Но теперь у вас есть возможность Вмещать целых 25 вещей Так как здесь сетка 5 на 5 Если вы продвинутый игрок То этот рюкзак как не кстати лучше Потому что у вас есть возможность Переносить просто уйму вещей И поверьте 17,5 килограмм Это действительно немало Еще что самое важное То что зеленая военная форма Не такая уж и редкость И ее спокойно можно найти на воинской части И также камуфляжка Она также нередкая И ее можно найти Преимущественно в районе аэропорта Возле разбитого Возле перевернутого БТР Там же в принципе можно найти И костюм Ниндзи Но он спавнится там гораздо реже Обычной зеленой камуфляжки Найти предыдущие два рюкзака Можно рядом с военными локациями А именно на воинской части Вблизи моста конфедерации И также возле военных палаток Ну что ж А на этом я видео обзор рюкзачков заканчиваю От себя скажу Что вот эти два рюкзака Мои любимые Когда я просто бегаю И чем-то занимаюсь То на мне зеленый рюкзак А когда я занимаюсь строительством Или же ищу топ лут То я с собой всегда ношу Вот этот вот рюкзачок Элиспак Что ж На этом я заканчиваю В следующий раз я постараюсь вам Рассказать об оружии ближнего боя А именно о всяких клюшках Битах Катанах И прочих колюще-режущих предметах Так что не поленитесь поставить лайк И подписаться на канал Ну и естественно Не пропустите следующую серию Пока-пока